В Зауралье сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Чаще всего из-за неисправного отопления и неосторожности при курении. В большинстве случаев погибшие в пожарах в новогодние праздники в момент трагедии являются нетрезвыми. Будьте осторожны, контролируйте свое состояние, а также отопительные приборы и электроприборы. Несмотря на то, что во всех районах проводились подворовые обходы, граждане игнорируют простые правила безопасности. При эксплуатации печного отопления в доме запрещается оставлять топящиеся печи без присмотра и не поручайте это детям. Закрывать заслонку до полного прогорания углей, а также хранить вблизи печей легко воспламеняемые вещества и горючие предметы. Обязательно должен быть в наличии притопочный лист утопки печей и каминов, а также необходимо регулировать и проверять состояние дымоходов на скоплении сажи и наличие прогаров трубы. При эксплуатации электрооборудования запрещается использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями, пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, применять нестандартные самодельные электронагревательные приборы и использовать не сертифицированные аппараты защиты электрических цепей, а также оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы. При эксплуатации газового оборудования запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять включенные приборы без присмотра, открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник, сушить белье над газовой плитой и хранить вблизи газовых плит горючие вещества и предметы. Если подача газа вдруг прекратилась, незамедлительно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе. Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить свое имущество. Но самое главное – жизнь и здоровье. В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно обратиться по телефонам экстренных служб 101 и 112, при неисправности газового оборудования по телефонам 104 и 112.